Учащимся 56-й гимназии поселка Красково рассказали о правилах безопасного поведения на воде в период ледостава. Профилактическую беседу с детьми провели сотрудники МЧС. Также в рамках мероприятия на красковском карьере состоялись спасательные учения. Соблюдать правила безопасности на водоемах необходимо не только летом, в период купального сезона, но и во время заморозков, когда вода постепенно превращается в лед. Жертвами ледостава зачастую становятся дети, которые находятся на опасных объектах из-за любопытства или озорства. Для того, чтобы предупредить несчастные случаи на воде в зимний период, сотрудники МЧС регулярно проводят в образовательных учреждениях уроки безопасности. Необходимо запрокинуть голову, чтобы открыть дыхательные пути, а пути, ведущие в желудок, были прикрыты. Но перед тем, как оказывать первую медицинскую помощь, нужно спасти тонущего человека и суметь извлечь его из воды. Для того, чтобы показать наглядно, как это делают профессионалы, сотрудники МЧС провели учения на Красковском карьере. Попробовали себя в роли спасателей сами дети. Бросить утопающему конец Александрова оказалось не так просто. Старайся кидать левее. Ты пытаешься не улыбать, ты возьми чуть левее и должен к нему прилететь. И посильней. Для того, чтобы извлечь пострадавшего из воды, можно также использовать любые подручные средства. Это могут быть шарфы, ремни, лыжные палки, впрочем, всё, что угодно, за что может схватиться утопающий. Кроме нас по безопасности на воде никто занятий не проводит, насколько я знаю. Там, если урок уже проходит, то у них, естественно, это проходит в каком-то определенном возрасте, в каком-то определенном классе. Мы стараемся охватить всех учащихся и всех школьников-дошкольников. В ближайшее время в столичном регионе ожидается похолодание и обильные снегопады. Сотрудники МЧС призывают и взрослых соблюдать элементарные правила безопасности на водоемах. Ведь кроме детей на образовавшийся лёд, как правило, торопятся выйти любители зимней рыбалки. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.